Тебя сердечно. Я теперь понял, что ты находишься в санатории после операции. Расскажи, как ты себя чувствуешь и как ты к ней готовился, и как ты ее перенес? Значит, операция делалась в федеральной нашей клинике федерального значения имени Алмазова. Они специализируются на сердце кардиологии. Ну и так получилось, что, значит, вот дошел до такой жизни, что нужна была срочная тяжелая операция на сердце. В Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге, да. Значит, и вот конкретная ситуация. Значит, с утра мне сказали, что в течение дня ждите, пожалуйста, и мы за вами приедем и поедем, значит, в операционную. Ну и представляете, это состояние с утра, когда ты ждешь и час, и второй, и третий, и четвертый, и пятый. И в результате я оказался, значит, после 16 часов меня только взяли. И вот с утра до 16 часов, не говоря еще о те предыдущие дни, тоже подготовка. В общем, психологически нужно было как-то готовиться и соответствовать. И самое главное, чтобы легко было. Итак, что я делал вот в течение конкретного этого дня с 9 утра до 16 вечера? Задача была, чтобы голова работала чисто, и вот это никакого страха, никакого мандража, никакого переживания. И особенно, чтобы не доводилось до трясучки такой, знаете, когда идет такой мандраж, нужно трястись, трястись. Вот, значит, чтобы этого не было. Что я использовал? Я использовал, конечно, единственное, мне очень повезло, я был один в больничной палате. Палата небольшая, но я был там один. И мне в этом очень повезло, что я мог полностью предоставить самому себе. Я делал синхрогимнастику, спокойно, медленно, переходя от одного движения в другое. После этого... Ты о чем думал? Вот ты делал синхрогимнастику, о чем ты думал в этот момент? Я в это время думал... Значит, задача моя была конкретно для себя поставил пустить мысли на самотек. Идут и хорошие, и плохие, и я уже после операции бегаю, или я сейчас волнуюсь. То есть вот эти текущие мысли, какие, да, я волнуюсь, да, мне есть страхи. Эти мысли все шли-шли, и при помощи этой синхрогимнастики я что-то убирал. Мне становилось легче. Но часы-то идут, идут. Ты же не будешь 9 часов подряд делать синхрогимнастику. А какие приемы ты там делал в синхрогимнастике? Значит, я делал и лыжник делал, и потихоньку делал лыжника, делал шалтай-болтай, делал хлест. Единственное, что мне казалось, что вот эти вот нагибания и разгибания... Тебе, наверное, не подходит это, да. Да, в этот момент они меньше всего мне подходили, а вот эти 3-4 упражнения очень хорошо, они ложились. Там что-то, там что-то прекратилось, связь, что-то прекратилось, связь что-то оборвалась. Да, продолжай, продолжай, продолжай. Да, значит, дальше я понял, что нужно менять. От синхрогимнастики я переходил, предположим, к пению. Я вспоминал какие-то песни, старинные песни, романсы. Ну, в общем, что приходило на ум, все песни и пел, одна за другой, одна за другой. Но и двигался еще по палате, не стоял на месте. Ходил туда-сюда в свободные походки и пел, пел, пел. Очень хорошо следующее потом, ну, проходило минут 15-20. Я, знаете, как на заводе, не останавливаю, чтобы конвейер почти не останавливался. Потому что, когда ты останавливаешься, например, ложишься на кровать, естественно, тебе начинают опять мысли обуревать. Дальше я переходил через 15-20 минут к формуле Фа, если кто помнит. Молодец какой, формула Фа, помнишь, молодец, так. Она очень помогла в том плане, это вообще гениальная формула, потому что здесь ты набираешь вот эти движения. И первое, я доходил до пяти-шести одновременных движений. Конкурентных, скажи собой, да. Пять-шесть одновременных движений я выводил, мог и дальше, наверное, и больше. То есть и руки, и ноги, и глаза, и глаза медленно шевелились, и голова вертелась, и ноги уходили. То есть все-все вот это вот одновременно работало. Вот это даже больше сработало, чем синхрогимнастика. Оно вообще мгновенно убирало это все дело. Дальше проходит какое-то время, я начинаю, у меня на телефоне записаны мелодии для чечетки. А я со своими же пожилыми чечетку бью, понимаете? Я хочу напомнить для всех, дело в том, что наш Виктор Лобенцев в Санкт-Петербурге занимается с группами даже ветеранов-блокадников. Такого возраста, ветеранов-войн, пенсионеров таких с возрастом. И он их омолаживает. Вот, и дальше я включу мелодию, и начинаю бить чечетку. Там у меня сестра заходит, у нее глаза квадратные, а у меня звучит эта мелодия, она очень активная, такая бойкая. И, значит, больной тут у нее стоит и бьет перед ней чечетку. Перед этим, не экзаменом, а операцией серьезной. Я тебя хочу спросить, если это не секрет, конечно, потому что кто-то посмотрит на это, перед какой-то тяжелой операцией, может, кому и нельзя бить чечетку, начнет бить чечетку. Мы должны сказать, если ты не возражаешь, какую операцию тебе должны были делать. Ну, операция серьезная, это шунтирование, это когда вскрывается грудная клетка вся, и на прямом сердце, значит... Тебе можно было бить чечетку? Дело в том, что, ну, я-то еще был, как говорится, ну, не то, что я был в хорошей форме. Ну, это я так называю, знаете, упражнение чечетка, вы же понимаете. Я же не так, как вот, ну, суперпрофессионалы. Мне совершенно другие цели были. Повторяемые движения. Чечетка – это что? Повторяемые движения. В ритме держу своего напряжения. Совершенно верно. Чтобы напряжение сбрасывалось. Ну, отлично, отлично. Я там, что я там следил за этими движениями, да мне наплевать на них. Ноги двигались в ритме танца, и все. Все, настроение какое-то создавало, я получал от этого удовольствие, все, мне больше ничего не надо было. Как я там бью, что я там делаю, мне это совершенно не волновало. Еще какое-то время, значит, опять я меняю какой-то темпоритм и все прочее. Начинаю я читать стихи. Просто как-то приходит в голову монотонно, без всякого выражения. Я начинаю читать стихи, я вас люблю. А сам в уме держишь, что тебе предстоит операция? Я совершенно, то есть, понимаешь, я ставил себе вот эти вот задачи, одно, второе, пятое, десятое. И я про операцию, естественно, не думал. И в результате, да, молитвы. Молитвы шли потом, повторяющиеся вот эти молитвы. Отче наш, Ижеси на небеси. То есть, это вот вошло в какое-то, понимаете, какое-то уже, это космос пошел, совершенно другой, понимаете. Вот. И когда вдруг через, что там, я еще вам не все перечислю, что я там делал. Вот. Ну, естественно, потом я ложился. Я не просто ложился, если я уставал. Я уже на постели медитировал немножко. То есть, каким образом? Через все наши чакры, от первой до седьмой, через все наше тело, значит, проводником этим телом пользовался, что идет чистое, светлое, яркое, космическое и так далее. Таким образом, эти часы пролетели совершенно незаметно. И когда они въехали с каталкой, вот, что, мол, давайте, молодой человек, и, значит, я уже был готов. Я все время вспоминал вас, когда вот вы тоже готовились к этой серьезней операции. Ваш текст, когда вы говорили, да я и был счастлив уже, что меня наконец-то взяли к себе они и повезли. Потому что я себя настроил так перед операцией, что после этой операции многие мои проблемы жизненные будут решаться лучше. И поэтому пошел на операцию как на праздник. Вот, вот, я тоже помню ваши вот эти вот высказывания. Я ставил целью довести вот до этого праздника. Ну, понятно, самое главное, когда мы ждем какой-то очень неприятной для нас ситуации, очень ответственной, видеть за горизонтом, что будет. Чтобы мы эту энергию и напряжение, эту ситуацию, этот эпизод использовали как стресс-трамплин. Чтобы наши следующие задачи, которые нас ожидают после этого, решались лучше. Ну вот, поэтому я в конце хочу вас поблагодарить, конечно. Потому что все те знания, которые вы дали мне за пять с лишним лет, я этим всем пользовался, как говорится, по максимуму, и которые мне могли выжить. Ты сам очень талантливый человек, и поэтому я тебя очень уважаю. И ты там помогаешь всем своим подопечным. И я через тебя передаю всем привет. И тебе желаю вот после этой операции быстрее восстановиться. Пользуйся волной, волной пользуйся. Ты же знаешь волну, да? Я же знаю. Ну вот, и быстрее будешь восстанавливаться, да. Я желаю тебе здоровья, счастья, быстрейшего восстановления. И давай снова проведем наши, как говорится, встречи там в интернете. И опять будем встречаться с твоими подопечными. Будем всех омолаживать дальше. Спасибо вам большое. До встречи, Виктор. Обнимаю. До встречи. До свидания.